Далее о том, что происходит у нас в стране. Самые отчаянные астанчане провели у отделения одного из банков по 12 часов, и это ночью. Все для того, чтобы успеть получить ипотеку по программе 7-20-25. Удалось это далеко не всем желающим. Почему? Выясняла Анна Абрамова. Стояли у дверей и грелись в припаркованных рядом машинах, чтобы не замерзнуть на 20-ти градусном морозе. Так провели ночь те жители Астаны, кто решил попытать ипотечное счастье с заветной формулой 7-20-25. Успели сдать документы отнюдь не все, да и приняли их далеко не у каждого. Многие и вовсе пришли без полного пакета бумага лишь для консультации, создав еще больший ажиотаж и очереди. Прием заявок на самую популярную ипотеку закончился ближе к 12-ти, но сама программа продолжает жить. Необходимо дождаться лишь очередного квартала. Впрочем, такого изобилия займов, как в прошлом году, уже не будет. Лимит действует в размере 100 миллиардов тенге на 23-й год. Если сравнить с прошлым годом, с 22-м годом, выдано было порядка 440 миллиардов тенге без ограничений. Но несмотря на это, Каир Испаев уверен, что он сможет получить заем по 7-20-25. Вот еще бы цены на ипотечное жилье понизились, говорит житель Астаны. Там, получается, цена за наличку и за ипотеку очень сильно разнятся. Допустим, за наличку, получается, 300 тысяч квадратных метров, может быть, а за ипотеку 400 тысяч. Эксперты тем временем полагают, что стоимость жилья действительно может, если не снизиться, то хотя бы приостановиться в росте. И ограничение финансирования программы 7-20-25 на этот процесс влияет в немалой степени. У нас есть спрос, который все время удовлетворялся льготной ипотекой. То есть люди брали, 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 много брали. А когда есть спрос, растут цены. Так что у Каира Испаева есть все шансы найти квартиру по приемлемой цене и при этом купить ее на условиях 7-20-25. Самая популярная ипотечная программа продолжает работать ежеквартально. На ее финансирование предусмотрено по 25 миллиардов тенге. Так что те, кто не успел подать заявку в банк сегодня, смогут сделать это весной, летом и осенью. Что будет в следующем году, правительство пока не сообщает. Анна Абрамова, Айган Имдостанбай, Улагат Мергалиев, Тимирлан Нуртаза, Столичное бюро КТК.